На улице Успенской был гражданином непонятным нам, но вид сзади которого был, был акт закрашивания стрит-арта, то есть стены, на которой была размещена, можно назвать это Мурал или назвать это стрит-арт, была размещена некая композиция современного харьковского художника. И мало того, что она была закрашена среди бела дня, после того, как она была закрашена, на ней стали еще ночью появляться не самые приятные надписи. У этого художника в Харькове была подобная ситуация. Мы вначале даже подумали, что это некие люди, которые являются либо конкурентами, либо которые просто не очень любят творчество именно этого современного художника молодого и достаточно перспективного, на наш взгляд. Поэтому тут, еще раз говорю, мы не являемся правоохранительными органами и очень надеемся на то, что полиция отреагирует и все-таки позволит нам зафиксировать вот этих людей, которые позволяют себе подобные выходки в нашем любимом городе. Неоднократные мои выступления, выступления мэра города говорили о том, что жители Одессы очень любят свой город. И если есть некоторые гости города или те, которые почему-то считают себя одесситами, но не ведут себя как одесситы, то мы очень надеемся, что правоохранительные органы найдут конкретно этих людей. И не только по этому пункту. У нас, к сожалению, были достаточно часто в последнее время пункты, связанные с городом скульптур, акты вандализма к городским скульптурам. Очень надеемся, что правоохранительные органы помогут нам определить этих людей и провести те действия, которые они обязаны провести. Что же касается непосредственно этой работы, вчера, после того, как стало всем известно, что произошло, нашли телефон автора. Я лично пыталась с ним связаться, он на связь не выходил, но сегодня, спасибо, он перезвонил. И я передала ему приглашение от имени мэра города. Приглашение в наш город с желанием и с возможностью работать в Одессе. Причем мэр дал поручение, мы оплатим его пребывание, приезд в Одессу и все материалы, с которыми он бы мог работать в нашем городе, и не только с этим Муралом. К сожалению, в моем личном с ним разговоре он сказал, что Мурал тот повторить прежний он не сможет, потому что он использовал ту фактуру стены, которая была на тот момент. Но однозначно он был очень рад. Однако он сегодня очень занят и обещал найти возможное время еще в хорошее. Мы говорили о том, что у нас еще и октябрь очень хороший. Но автор ожидает приглашения в Германию, и поэтому не подтвердил своего ближайшего приезда в Одессу. Он, тем не менее, подтвердил, что обязательно приедет, воспользуется любезным приглашением мэра и будет работать в Одессе. Неизвестно на том же самом месте. Если эта стена будет подходить для его каких-то творческих задумок, то обязательно на том же месте. Если нет, значит мы подберем, или он сам подберет. Вы знаете, это не единственная работа Гамлета. В Одессе есть еще шесть его работ. Поэтому я думаю, что мы найдем возможность позволить реализовать творческий потенциал достаточно известного современного Муралиста. Как я думаю, вы понимаете, что позволить, чтобы напротив учебного заведения в центральной части города были какие-то позорные надписи, конечно, этого мы позволить не сможем и не допустим, и не собираемся этого позволять. Конечно, она будет закрашена. А дальше будем думать над тем, приедет ли сам Гамлет и будет работать на этой стене с каким-то другим проектом, или какой-то другой художник стрит-арта. Я уверена, что в Одессе есть люди, которые способны, кроме нецензурной брани, разместить что-то достойное на стенах собственного города.